Здравствуйте, уважаемые гости, подписчики моего канала. Я рада вас приветствовать. Спасибо, что вы заходите на мой канал. Оставляйте свои комментарии, подписывайтесь. Тема сегодняшнего моего онлайн-расклада будет для одиноких женщин. Она будет называться «Любовь, свобода, одиночество». Вы должны будете выбрать одну из понравившихся вам колод. Но, возможно, также кто-то захочет выбрать еще одну колоду. Потому что, возможно, та колода, с которой я буду работать, не будет резонировать с вашей ситуацией. Но, возможно, кто-то захочет даже выбрать три колоды. Это тоже вероятно, это тоже возможно. Выбирайте колоду, я начинаю работать. Я начинаю работать с этой колодой. Первая позиция. В каких вы сейчас энергиях? В каких вы сейчас энергиях? Буквально недавно у вас были отношения. Не так давно. Скорее всего, здесь поставлен крест в ваших отношениях. Для вас-то сейчас прям, можно так сказать, головная боль. На вас лежит весь груз тяжести прошлых отношений. Возможно, у некоторых это будет как невозможность выхода из сложных отношений, мучительных отношений. И вы не знаете, как вам лучше, можно так сказать, разрешить эту ситуацию. Есть такая некая суета, есть некая такая спонтанность в разговорах. Вам то одна мысль приходит, то другая. Возможно, так. Также могу сказать, что, возможно, для некоторых это проиграется как груз одиночества. Что вы давно уже одиноки. И, в общем-то, для вас это печально. Вы находитесь в таком неком состоянии раздумья. Обсуждение есть. То есть, ну, с близкими, знакомыми. Возможно, с кем-то из близких вы делитесь своим одиночеством. Что для вас Любовь? Для вас Любовь, прежде всего, это, конечно, рядом иметь сильного, надежного мужчину, благородного. Ну, ваше все стремление по жизни именно опереться на такого мужчину, любить его. Вы очень цените во взаимоотношениях верность и преданность, и благородство. Даже можно сказать, что-то у вас есть такое от воспитания именно. Такие отношения чаще всего встречались в XIX-XVIII веке. Когда мужчина был благородный, совершал поступки ради любви к женщине, он был готов на все. Вот о таких отношениях вы мечтаете. Для вас и есть такие отношения, настоящая Любовь. Насколько вы готовы расстаться со своей свободой на данный момент? Насколько вы готовы? Отколько вы готовы? Отколько вы готовы? могу сказать что очень много препятствий вы знаете вы прям за и корили своем одиночестве у вас есть чувство страха опасения те отношения из которых вы выходили возможно были очень сложными для вас либо же вы уже привыкли быть одиноким человеком одинокой женщиной и есть некая такая опасение неуверенность себе вот прям вы заякорились вот вы просто вот бросили якорь и нет никакой даже по этому поводу суеты находитесь в состоянии стагнации дальше перспективы отношений на 2000 на 21 год в течение полугода вы можете загадать три месяца это ваше желание я смотрю в течение полугода карта позитива карта негатива и карта совет ну что тут позитивного есть в этом вы все-таки человек разумный достаточно все привыкли взвешивать вы не вот вам вот с головой вы не торопливы вы рассудительны вам надо основательно ко всему присмотреться прислушаться вы да он таки человек осторожны но здесь есть такой позитив также вы рационально расходите свою энергию прямо иногда знаете очень рационально но вообще у вас такой деловой подход ко всяким родам знакомства и встречи с мужчинами в чем-то уже вот как сказать убеждены и вас переубедить очень сложно ну а также могу сказать какой позитив стабильность ничего такого сверхъестественного не происходит вашей жизни какой же негатив а негатив в том что вы не хотите двигаться у вас нет вот этого стремления одержать победу и разрушить эти оковы которые вас связывают также могу сказать по совету вам идет надо бороться надо бороться за свое счастье помните эту песню старую песню на 9 на 10 девчонок приходится 9 ребят сейчас на 10 девчонок приходится 6 ребят и шестой не факт что он любит девушек понимаете ситуация плачевная на самом деле вам нужно бороться вам нужно заявлять о себе по этой колоде по этому варианту я однозначно могу сказать что для вас с одной стороны мучительно ваше одиночество да с другой стороны вы не готовы к этому вы не готовы вы должны уметь двигаться и не только на словах и заявлять о своем одиночестве но вы еще должны двигаться также могу сказать что наверное у многих это может проиграться зацепка за прошлые отношения из которых вы не можете выйти для того чтобы найти другого себе партнера то есть вы постоянно будете возвращаться и возвращаться в те отношения ну в общем такой у нас получился этот вариант с этой колодой повторяю девочки это расклад общий если с вашей ситуации это не резонирует значит перезагадываем варианта также могу сказать что все-таки за индивидуальным раскладом вы можете обратиться ко мне выслов в вайбер или байцап ваши фото и дата рождения теперь я смотрю другую колоду кто загадал эту колоду каких энергиях вы находитесь и 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 движения могу сказать что у вас есть такое вот вот-вот в предвкушении какой-то в какого-то важного события для себя но также могу сказать что события действительно будут очень важные и очень судьбоносные вы в ожидании можно сказать чудо что для вас любовь что для вас любовь ах конечно же конечно же прежде всего это не только платонические отношения и прогулки под луной это еще и страстный секс вы женщина очень страстно вы в этом плане как рыба в воде купаетесь для вас конечно же это веселые энергичные отношения также когда мужчина материально обеспечен сексуален и притягателен для вас вот что такое любовь здесь вы конечно в любви вы опираетесь на свое обаяние а также на внешние данные и возможности вашего партнера вот что для вас такой любовь это не только я еще раз говорю какие-то романтические встречи это также деньги и секс ну вот можно так сказать вы от этого получаете огромнейшее удовольствие насколько вы готовы расстаться со своей свободой да вы готовы расстаться со своей свободой вы однозначно готовы к отношениям и в общем-то вы нуждаетесь любви вы хотите любить вы хотите быть любимой и также могу сказать по этой карте что перспектива есть у вас перспектива на новую встречу есть на знакомство а причем действительно это будет тот мужчина которого вы себе воображаете визуализируйте своих мыслях очень хорошая прям как карта идет замечательная давайте посмотрим посмотрю перспективы отношений на дух 21 год 2021 год какая будет перспектива позитив негатив и совет так позитив негатив и совет ну вот смотрите позитив конечно же есть в том что я с ней предположить все таки что возможно многие девушки кто загадал эту колоду водных знаков позитив конечно же в том что это все зависит от вас очень много как от вашего настроя от вашей нежности от вашей готовности насколько у вас вы будете расположены эмоционально в этом плане есть такой позитив то есть это очень такая нежная женственная карта ваша энергетика в общем то этот год для вас удачно складывается негатив в том что возможно вам не будет хватать именно близости с этим человеком потому что вероятность знакомства этого человека а что он будет находиться не в вашем городе возможно даже за границей это будет негатив то есть такое такая любовь на расстояние и совет карт это десятка пентаклей как говорят хочешь будь вот так и здесь вам совет идет тому чтобы вы в этом году ну можно сказать все сделали для того чтобы встретить этого человека и вы встретите также могу сказать что совет идет семейственности очага семейного поддерживает традиции семейные верность любовь также забота о пожилых родителях возможно бабушки с дедушкой проявлять щедрость заботу к близким к родным ну а также все соблюдать такие как сказать ценности касающейся семьи любовь уважение взаимопонимания очень замечательная какого да вот прямо вариант этот сказочный и последняя колода каких-то сейчас у нас их находитесь так так Вы знаете, здесь идет энергия обмана, предательства, разоблачения какого-то предательства, разоблачения какой-то хитрости. И для вас это огромная потеря и утрата. Ну, в общем, в разочарованиях, вот прямо вам мерзко от всей этой ситуации. Ну, такая очень довольно-таки тяжелая карта. Давайте посмотрим дальше. Что для вас любовь? Что для вас любовь? Ну, вы знаете, вам настолько тяжело вообще пришлось жизни. Смею предположить, что у вас в жизни было очень много потерь. Возможно, у вас были отношения с женатыми мужчинами, несвободными мужчинами. Вам постоянно приходилось какой-то делать выбор. Для вас это страдание. Понимаете, для вас это любовь, это страдание. Любовь вас делает слабой, беззащитной. И вы находитесь постоянно перед каким-то выбором. Вам приходится с собой жертвовать. Вам очень тяжело на самом деле. Вам тяжело любить, потому что вас на самом деле не научили любить себя прежде всего. Вы постоянно себя несете в жертву в этих отношениях. И для вас, конечно же, любовь мучительна. Давайте посмотрим, насколько вы готовы расстаться с вашим одиночеством. Или же выйти из каких-то запутанных отношений. Насколько вы готовы к новым встречам, к новым отношениям, к новому этапу в своей жизни. Насколько вы готовы? Вот с одной стороны вы готовы. Вы очень хотите этих перемен, перемен в любви, перемен в доме. Здесь и дети. А с другой стороны, опять-таки, вы боитесь, вы постоянно находитесь в состоянии страха. А вдруг опять будут потери, а вдруг опять будут разочарования. Могу так сказать. На 40% вам нужно над собой поработать, чтобы убрать все блоки. А блоки здесь однозначно есть. Давайте посмотрим перспективу. Я убираю эту карту, потому что она очень тяжелая. И мы посмотрим перспективы отношений на 2021 год. Войдет ли в вашу жизнь новый мужчина, новые отношения будут ли у вас? И как будут развиваться события в течение полугода? Позитив года, негатив года и совет. Ну, вот здесь, вы знаете, самое интересное, что восьмерка мечей, она стоит в позитиве. Возможно, вот эта погруженность в себя в данный момент и такое некое где-то разочарование, где-то какое-то беспокойство. И нет вот этой вот суеты, вы не хотите форсировать эти события, вы как бы себя ограничили в движении в этом направлении и погрузились в себя. Это и хорошо. Значит, вам этот этап жизни нужен для того, чтобы это пройти. Негатив какой? Могут быть какие-то неожиданности. Вам придется получать какие-то возможные известия и принимать очень молниеносные решения. Возможно, какая-то конфликтная ситуация возникнет у вас с человеком из прошлого, с которым вы решили расстаться. Так просто вас не будет отпускать. Либо же, кто не был в отношениях и давно уже одинок, здесь врываются какие-то события. Что-то, какая-то ситуация, когда вам придется молниеносно принимать решения. Но это касается ваших все равно личных взаимоотношений. Совет карт. Умейте мечтать. Добивайтесь всего того, о чем вы мечтаете. Эмоционируйте в хорошем направлении. Здесь как раз-таки это говорится о том, что то, о чем вы мечтаете, это замечательно и прекрасно. Вы не должны бояться ничего. Вы должны быть смелым человеком. И даже самые свои такие, может быть, для кого-то покажутся глупые фантазии. Нет, они для вас очень важны, вот эти фантазии. Вы их должны реализовывать. Пусть ваша мечта станет вашей историей, на самом деле, историей жизни. И все у вас будет замечательно. Побудьте в этом ограничении и начинайте двигаться. По этому варианту я могу так сказать. Я загадывала сроки на 6 месяцев. В течение 7-8 месяцев у вас пойдут перемены. Ну, в общем-то, могу так сказать. Где-то приблизительно это будет ближе, возможно, к июля месяца, августа. Возможно, где-то так. Вот время, как говорится, для вас перемен. И смелых поступков, которые могут изменить радикально вашу жизнь. Если вам мой расклад понравился, срезонировал с вашей ситуацией, как-то он откликнулся в вашем сердце, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал. Оставляйте свои комментарии. Берегите себя. Всего вам доброго. Продолжение следует...